Донбасс Состоченных боевых действий многих горняки лишились рабочих мест, так как украинская армия заведомо, зная о том, что угледобывающее предприятие – основной источник дохода на Донбассе, намеренно с помощью артиллерии вывело из строя множество шахт. Но наш народ так просто не сдался. Общими усилиями часть шахт была восстановлена. Теперь нам предстоит приложить максимум усилий, чтобы восстановить нашу угольную промышленность. Братский народ России хорошо знает сложившуюся ситуацию, поэтому помогает, чем может. Благодаря содействию благотворительного фонда Екатерины Губаревой, а также фракции «Свободный Донбасс» в лице депутата Виктора Неера, на Донецкую шахту имени Скачинского было передано важное оборудование из города Ханты-Мансийска. Эта шахта очень серьезно пострадала после обстрелов, поэтому остро нуждается в скорейшем восстановлении. Мастерские водоотлива, подъема, статс установок, полностью прямые попадания разрушены, здания, перекрытия, галерея выдачи угля из шахты, прямое попадание разрушено и требует восстановления. Техника погрузки угля, прямое попадание в бульдозер, погрузки, управление стрелочными переводами. Прямое попадание во все стрелочные переводы на погрузки и железнодорожные вокзалы, железнодорожные вагоны. Ряд путей мы восстанавливали сами, полностью были разрушены. Оборудование, которое было доставлено из России, имеет огромное значение, так как обеспечивает безопасность шахтеров под землей. Эти сенсоры реагируют на концентрацию горючих газов. Как только сенсор зафиксировал превышение допустимой нормы процентного содержания метана, автоматически выключается электроэнергия. Ведь любая искра может поспособствовать возгоранию. Служат у нас датчики. Датчики ППИ-9.1. Это быстродействующая аппаратура газовой защиты, которая эксплуатируется у нас на шахте. Поэтому для этих датчиков, которые у нас эксплуатируются, используются данные сенсоры. Данные сенсоры долго не работают в наших условиях, максимум полгода. Поэтому нам приходится постоянно их менять. А естественно, если их нет, то, как говорится, мы не можем даже в предприятии работать, потому что все правила безопасности будем нарушать. Поэтому для нас это очень важная продукция, которую мы сегодня получили. Донецк до сих пор не может забыть трагедии, случившейся на шахте имени Засядько, в результате которой погибло 32 горняка. Поэтому руководство работающих шахт строго следит за техникой безопасности шахтеров во время проведения работ под землей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!